Только за три предыдущих года в Кыргызстане в результате дорожно-транспортных происшествий погибло 2313 человек. Различной степени тяжести увечья получили 32 тысячи шесть человек, большинство из которых остались калеками на всю жизнь. В том числе погибли 307 детей. 5 857 получили серьезные травмы, а многие из них стали инвалидами. Такова печальная статистика дорожно-транспортных происшествий в нашей стране. Здравствуйте! О чем еще мы можем говорить, дискутировать, пререкаться, чему возмущаться и протестовать? Вы только вдумайтесь в эти сухие статистические данные. Ведь за каждой цифрой в этом отчете стоит самое дорогое, что может быть на свете – жизнь человека. Дороже может быть только жизнь ребенка, но и детей не обходит стороной случайная трагедия. Тяжелейшие последствия автомобильных аварий и, как результат, вся оставшаяся жизнь в инвалидной коляске, если повезет. А ведь жизнь у них по-настоящему и не начиналась. Я сказал случайная трагедия, оговорился, конечно. Редко, крайне редко дорожно-транспортные происшествия бывают случайными. Стечение обстоятельств на дороге – сход, лавины, камнепад, дорожные изъяны, рытвины. В нашей горной республике, где дороги в основном проходят в высокогорных условиях, нельзя исключать никаких случайностей. Но речь сейчас не об этом. Связанные со стихией и прочими объективными условиями ситуаций случается и к ним отношение иное. Речь в этой статистике тоже идет в первую очередь о человеческом факторе, о слабостях человеческой натуры, об ошибках и цинизме, об отсутствии чувства меры и понятия порядочности и человеколюбии. Я и сам почти 40 лет за рулем. Помню нас тогда, прежде чем выдать нам права, полгода обучали в профессиональной автошколе при ДОСАВ. Мы изучали материальную часть автомобиля, двигатель внутреннего сгорания, все системы и узлы. Досконально изучали правила дорожного движения. Ну и, конечно, основательно проходили практику вождения. Что-то около 40 часов за рулем вместе с инструктором. В армии выпускников этих школ сразу и без сомнения сажали за роль военной техники. Это тоже показатель. Ну а если ты не сумел сдать на права с первого раза, на подготовку к пересдаче давалось не менее трех месяцев. Это была настоящая школа водителей. Сегодня автошкола открывается на каждом шагу. И здесь главное заработать больше денег, привлечь как можно больше курсантов, поскольку обучение платное, в отличие от прежних наших автошкол. Чему учат в этих школах? На каком уровне? Как обстоят дела с посещаемостью, с методикой преподавания правил дорожного движения, например. Все это сложно отслеживаемые моменты, и все они под вопросом. А ведь именно от них зависит качество знаний водителя, степень его ответственности как участника дорожного движения, профессиональные навыки. И вовсе не исключено, что школы эти помогают своим выпускникам успешно сдать экзамены и получить водительские права. Ради престижа школы и развития своего бизнеса, разумеется. Не исключено, что необходимые связи для этого тоже уже могут быть отлажены к тому времени, и скорее всего на коррупционных основах. А иначе откуда на дорогах водители, не имеющие понятия об элементарных правилах дорожного движения, о взаимоуважении водителей, о необходимости пропускать пешехода, соблюдая безопасный скоростной режим, ну и все остальное. Хочу добавить, что я не имею в виду все автошколы поголовно, но для многих автошкола это прежде всего бизнес. Президент Садыр Джапаров подписал закон, нормы которого в значительной мере ужесточают степень ответственности водителей при нарушении ПДД. И этот факт почему-то бесконечно возмутил отдельных пользователей социальных сетей и многих автовладельцев. Возмутил. Но почему? И кого же может возмутить закон, требующий строгого соблюдения правил дорожного движения. Закон, нацеленный на укрепление дисциплины и порядка на дорогах страны. Закон призванный бороться с беспределом полуграмотных и безответственных водителей. Думаю, это несложно. Несложно догадаться, что этот закон способен вывести из себя именно их, безответственных автолюбителей, среди которых немало участников дорожного движения, в том числе молодых людей, получивших водительские права в подарок от любящих родителей, возможно, в день своего совершеннолетия. Но сердобольные и заботливые родители, очевидно, нисколько не думают о том, что без знаний правил дорожного движения, без водительских навыков, привитых инструктором автошколы, без чувства ответственности, их ребенка за рулем подаренной ими же иномарки, скорее всего, ожидает катастрофу, в лучшем случае бессмертельного исхода. А сколько случайных жертв может эта авария принести с собой, известно одному создателю. Водительские права сегодня можно не только получить в подарок, но и купить по сходной цене, считают многие пользователи социальной сети. И наверняка есть немало специалистов, делающих свой бизнес на этом, пишут они в комментариях. Их разоблачают, наказывают, но очевидно, что торговцев правами меньше не становится, потому что беспредел на дорогах не прекращается. Аварийная ситуация крайне высокая, возмущаются люди. Поэтому вполне резонно, что за три нарушения правил дорожного движения водитель по новому закону обязан заново сдавать экзамены. Глава государства, наверное, не просто так говорит о том, что потери человеческих жизней при ДТП несравнимы даже с потерями в ходе военных действий. Это слишком высокая цена, которую платит человек за возможность с комфортом перемещаться по стране. За вождение в нетрезвом состоянии, согласно норме нового закона, грозит лишение водительских прав сроком на один год. Это вполне справедливое наказание за то совершенно чудовищное нарушение, которое водитель может допустить в своей практике. При рецидиве аналогичного нарушения предусмотрен срок лишения на три года. А вот тут, я думаю, разработчики поступили слишком гуманно. Если человек не способен с первого раза осознать всю тяжесть своего нарушения и повторно в нетрезвом виде садиться за руль, его надо лишать водительских прав пожизненно. И это, наверное, было бы куда более справедливое и гуманное решение. Лишить человека на всю жизнь возможности и удовольствия самому управлять автомобилем – это, видимо, слишком строго и бесчеловечно с точки зрения разработчиков закона. А то, что находясь за рулем в нетрезвом виде водитель подвергает смертельной опасности не только себя, но и окружающих – это вполне гуманно, вполне в духе времени. Многие пользователи социальных сетей говорят именно об этом, о нетрезвых водителях, которые не только совершают наезды на пешеходов, но и скрываются с места происшествия. Именно потому, что не в состоянии трезво оценить ситуацию, не в состоянии оказать первую медицинскую помощь пострадавшему. И первое, что приходит на ум пьяному водителю, это то, что его могут обвинить в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии. 1347 дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей за последние три года. И эти ДТП унесли жизни 157 человек. Ну, какие еще аргументы в пользу принятого закона вам нужны? Что еще должно случиться для того, чтобы мы, наконец, приняли закон таким, какой он есть, и не возмущались ужесточением наказаний за нарушение правил дорожного движения? Возмущение усилением норм закона может означать только то, что вы, кого не устраивает нормы данного правового акта, по меньшей мере требуете для себя индульгенции, то есть гарантированного прощения будущих своих нарушений. Думаю, что это уже перебор, уважаемые сограждане. Всего вам доброго!